сегодня вот такая вот замечательная погода у меня есть буквально два часа для того чтобы выйти на рыбалку и я впервые наверно покажу свою лодку может быть кому-то это будет интересно это онега вот представляет из себя вот два таких точнее две таких вот сумки здесь у меня сиденье весла здесь сама лодка то есть габариты и небольшие но более всего приятно эта сумка которая позволяет аккуратно все сложить и поместить в небольшой багажник автомобиля сейчас я покажу как все будет происходить дальше прицеливаться я специально не буду вот примерно вот расстояние от меня до объекта и камера закреплена на груди сейчас примерно попытаюсь показать и снять весь процесс который для людей скажем так неопытно которые собираются только приобрести лодку этот вопрос очень важен и актуален потому что нужна некоторая сноровка чтобы произвести сборку у меня это занимает примерно 20 минут это вместе с накачкой надеюсь дождик пройдет мимо даже если он и не мимо пройдет все равно хотелось бы выйти на лодке так это я сейчас в стороночку лодка пвхшная так вот так вот рез это вот прошлогодняя так сказать грязь грязь к который я сейчас вытряхнул особо сильно за ней не ухаживаю и должен сказать честно я и не мою ну только так вот стряхнул чуть-чуть песочек текс далее модификации здесь был сливной клапан если так можно сказать его и ликвидировал потому что он был некачественный из пластика точнее из полиэтилена и ни один из клеев его не удерживал соответственно я заглушил это место далее я добавил вот два таких блока деревянные пропитанной смолой соответственно на смолу посаженные и пришуруплены так сказать для того чтобы жесткий пол играя не обдирал так сказать днище то есть до того момента как не было этих блоков днище во время хода играла от волнения и соответственно создавала потертости вон там и отклеивалась так ладно дальше дождик продолжается но в общем то он не особо не помеха потому что как мне кажется я честно говоря предпочитаю все сумочках дабы все было компактно и без потерь дальше от меня есть такой насос для накачивания матрасов которую вполне достаточно для того чтобы осуществить предварительную накачку вот так мы сейчас раз раз вот здесь так думаю что сейчас дождь пройдет стороной первым делом я конечно подкачиваю нос точнее перекачиваю нос и потом уже борта таким вот образом раз то есть этим устройством можно не накачивать и спускать ну в общем то далее процесс пошел и в это время можно заняться более скромным делом ну вот за то время когда накачивался перед лодки я успел снарядить спиннинг и теперь оставшаяся фаза борта и так лодка накачана и теперь самый важный момент это установка днище значит как делаю это я я так как не контролирую накачку лодки в принципе в самом начале занимаюсь другими делами я накачиваю полностью потом приспускаю ее для того чтобы установить днище делаю это я так сажусь на лодку нажимаю на клапан и как только я заняюсь поп покоснулась на все лодка приспущена для того чтобы установить но так и третий клапан все как только попа коснулась дна можно устанавливать днище естественно клапана для того чтобы не повредить я закрываю естественно вот таким вот образом раз потом дальше днище вот такое у меня днище укладываю буковкой м ну грубо говоря буковкой м завожу сначала чаще всего зад чтобы попасть попасть в пазы и начать движение днище сейчас первый раз в этом году собираю лодку поэтому опыт сборки с прошлого года отсутствует то есть в данном случае вот от эти вот края важно завести так раз раз почти завел все главное чтобы днище не под днищами образовалась складка основного корпуса все дальше носик носик моряки мне конечно сейчас я здесь за носик но ладно не будем об этом так все почти все готово и все дальше идет еще раз подкачка уже конечно можете конечно этот процесс до этого момента контролировать но но отработанный способ годами вышел вот в эту так сказать в этот набор последовательность действий тем кому быть интересно что это за чудо шланг и это слив от стиральной машинки который идеально подошел от лягушки к лодке то есть вот таким вот образом я сейчас докачаю уже лягушкой чтобы быстро это производить и не на глаз я посчитал количество качков и в данном случае у меня свое у вас будет соответственно свое и дальше вот уже я беру чик вот так вот все дальше докачка все лодка готова и дальше сиденье вот так вот раз и все многие зададутся вопросом лодка двухместная для одного человека отвечаю реально вот этого размера для одного человека высокий борт ну мне нужен был жесткое днище чтобы стоя спине линговаясь так сказать и две лавочки для того чтобы из центра крутится по радиусу и облавливать нужные места потому что когда есть оказывается два человека становится крайне тесно то есть лично для меня это самый лучший вариант двухместка двести восьмидесятка омега вот ну в общем то и все дальше если кому то интересно отвечу что все мои снасти это вот садок пластиковая вот такая пластиковой прямоугольный контейнер воблеры нож и в общем то все почему контейнер потому что когда дождик пошел или вода попадает чтобы все это не плавала она лежит вот здесь вот таким вот образом текст ухты рыбка прямо здесь ходит ну в общем то сейчас моторчик моторчик у меня вот такой сипру т3s значит для одного человека что помогши достаточно для двух уже маловато поэтому лично я взял этот вариант че только для одного человека самый главный ингредиент пакетик для ключей водонепроницаемый и конечно же вода и всего пошли в любом случае здесь грязь наносится и все значит что касаемо мотора я в общем то сразу не завожу открывая все клапана нужные так сказать и какое-то время плаваю точнее хожу чтобы рыбаки не обижались смысле моряки и уже только потом произвожу завод начинающим мотор владельца могу сказать следующее что пока вы мотор не заведете лучше от места далеко не отходить потому что если какая-то не штатная ситуация против течения будет крайне сложно ну большой интервал времени прошел попытаюсь впервые после года точнее после зимы завести мотор некоторые рекомендации вот шнур лучше подать сначала вот на это расстояние когда только почувствуешь пружину и потом уже производить так сказать рывковые движения первые там пять движений можно делать без особых усилий просто прокачать систему вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну все После того, как первый раз завелся мотор Можно уже начинать рыбалку Как раз подхожу к нужному месту Турбачу я, честно говоря, без якоря Сплавляюсь Потому что В моей местности нет здесь таких мест, где рыба может концентрироваться в большом количестве Поэтому оставаться на одной точке просто нет никакого смысла Так как глубины здесь, в общем-то, стабильные Этим и объясняется Поехали Продолжение следует... Продолжение следует...